Бразилец Фрейтас. Но для начала я напомню, может быть, если кто не знает, кто такой Хуан Диас. Он вообще-то мексиканец, но, в общем, этим не удивишь. Но мексиканцами, особенно в легких весах, никого не удивишь. А вот то, что он чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, это гораздо важнее. В чем боец этот, Хуан Диас, который до сих пор не проиграл ни одного боя в своей жизни. Из более чем 30 боев. И при том, что ему всего-навсего 23 года, он где-то еще года три назад завоевал чемпионский титул в легком весе. И говорят, что еще ни разу ни в одном раунде Хуан Диас не уступил инициативу противнику. Бой этот, на самом деле, знаковый. очень, очень интригующий, потому что встречаются бойцы совершенно разным стилем ведения боя и с разным подходом. Вообще говоря, к боксу. Аселина Фрейтас, как я уже говорил, это панчер. Боец, который привык все свои бои заканчивать нокаутами. При этом у него падали падали на повал. Очень серьезный противник. Очень серьезный. И тем не менее, сегодня фаворитом в этом бою является как раз не Аселина Фрейтас, а молодой Хуан Диас. Ну, может быть, он потому фаворит, потому что молодой. Но вообще специалисты расценивают шансы боксеров в первую очередь в пользу Хуана Диаса. Потому что это боксер темпового плана, очень напористый. И ставки делаются такого рода, что если Аселина Фрейтас не попадет в первых двух, трех, четырех раундах, то в дальнейшем он просто может не выдержать темпа, не выдержать того напора, который предлагает противникам Хуан Диас. мексиканец по прозвищу Бэби Буу, молодой бычок. И несмотря на то, что у Хуана Диаса не такой уж высокий процент нокаутов в своем послужном списке, недооценивать Себастьян Конторси недооценивать его нельзя. Бой, судя по всему, ожидается тяжелым. Многие спекулируют на тему а зачем вообще это нужно Аселина Фрейтасу. Это, между прочим, боксер, который уже заработал немало денег в один его дом в Бразилии стоит 2 миллиона долларов. Ну, видимо, это нужно, потому что это наркотик. Боксер, который уже хлебнул славы. хлебнул успеха, триумфа. Он, конечно, будет стремиться вновь вылезти на белый квадрат ринга. Даже не задумываясь о том, насколько дорого это не может обойтись. WBO лайт-вейт ворлд чемпион Аселину Фрейтасу. Ну вот, прошлый обладатель титула Всемирной боксерской организации Аселина Фрейтас был нам представлен. Напомню, что его противник Фуан Диас не проиграл ни одного боя до сих пор, а всего он провел и выиграл 31 поединок, из которых 15 завершил нокаутами. Ну и весьма и весьма внушительный подслужен список у Аселина Фрейтаса. 38 побед, из которых 32 нокаута. Всего с одним поражением. И так, последнее приготовление. Куан Диас пониже ростом, чем Фрейтас. он так же, как я уже говорил, на 8 лет моложе. И это крайне, крайне амбициозный, крайне амбициозный, напористый боксер. Вы видите, как он тут же пошел в атаку. Тут же начал прессинг. Вообще говоря, это то, чего мало кто из боксеров позволял себе в бою с Аселиной Фрейтасом. Фрейтасом. Но Куан Диас совершенно не стесняется. Он уверен, что именно в этом заключается его задача и в этом его шанс. Давить, давить, нагнетать темп. Пошли! 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 И Фрейтасу приходится маневрировать. Двигаться по сторонам. удачный сейчас мексиканец Фуан Диас. Пошли! Пошли! Прост! Пошли! 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 Пойker! Самое интересное, что Хуан Диас Вот он сейчас спиной к нам В голубых трусах Хуан Диас стремится на Ближнюю и среднюю дистанцию Где вообще всегда Прекрасно действовал Особенно Фрейтас Больше того Подавлял своих противников Мощными нокаутирующими ударами И именно на этой дистанции Пытается Сломать Бывшего чемпиона мира Хуан Диас И вот сейчас будет Понятно По крайней мере мы станем свидетелями Чья коса Найдет на камень На ваших экранах Красят чемпионские поединки С участностью Красят чемпионские поединки Красят чемпионские поединки Интересно начался этот поединок И полностью оправдывал Своё прозвище Хуан Диас Прозвище Молодой бычок Бэби Боу Действительно Это Очень Напористый Боксер Который буквально Не даёт дышать То есть настолько Что даже такой мастер Как Оселина Фрейтас Да не просто мастер А боксер Обладающий Чудовищным Посилем ударом Вынужден Обтирать спиной Каната ринга Канана А и Канана Н può Продъем А А А А А А От А А А А Видимо, эта тактика не стала сюрпризом для Аселина Фрейтеса. Он построил свой поединок, свою тактику на контратаках, на действиях в ответ. И его шанс сейчас встречать противника. Но вот сейчас стоило только застояться Фрейтесу в углу у канатов. Как тут же начал бомбежку молодой бычок Флан Диас. Вот такими неожиданными встречными ударами Фрейтес пытается подцепить противника. И вот буквально перед самым гонгом ему это удалось. Удачную атаку в ответ Фрейтеса заставила Диаса обскупить. Вот был эпизод, когда Фрейтес застоялся у канатов. И тут же длинную серию тяжелых ударов выпулив Хуан Диас. Да, действие развивается весьма и весьма активно. И темп очень высокий. Ну, чтоб, собственно, и ожидалось. Потому что Хуан Диас, как я уже говорил, это боксер, который любит высокий темп. Он его навязывает. И это становится самой большой проблемой для его противников. Ну, вот сейчас встретил несколько раз удачную Диаса Ашелина Фрейтес. Тем не менее, самый большой вопрос этого поведенка, сможет ли Фрейтес выдержать напор, выдержать этот темп, который предлагает мексиканец. Притом, что Фрейтес, безусловно, обладает гораздо более мощным ударом. Притом, что это настоящий нокаутер. Тем не менее. Очень большой вопрос. Очень большой вопрос. Сможет ли он противостоять давлению, именно такому темповому давлению со стороны Хуана Диаса. Очень неприятная манера ведения боя у мексиканца Диаса. Неприятная в том смысле, что он буквально не дает дышать и буквально съедает своего противника. Преследует, преследует, заставляет его работать. Работать тяжело. Ну и сам наносит много ударов. Вот сейчас такой суровый эпизод произошел. Да. Хороший размен. Продолжение следует... Интересно складывается поединок. Причем такое ощущение, что все интереснее и интереснее. Потому что бойцы начинают действовать уже максимально откровенно. Продолжение следует... Поджимает противника Хуан Диас. Не дает ему ни на секунду расслабиться. Заставляет Фрейтаса действовать, двигаться, бить, защищаться. И все это в весьма и весьма высоком темпе. Фрейтаса действует... И вот периодами переходит сам. Таким атакам бомбежкой уже на ближней дистанции с обеих рук. И вот Фрейтас принял несколько ударов. На свою защиту. Потом дал Диасу промахнуться. И вот сейчас пытался взорваться встречным ударом. А на самом деле в этом поединке в таком тотальном давлении Фрейтасу понадобится максимально разнообразить весь арсенал. Потому что действительно очень сложную игру, сложную конструкцию предлагает Хуан Диас. Вот такая была атака Хуана Диаса в конце раунда. Это не сюрприз. В каждом раунде Диас в конце перед гонгом предпринимает массированную атаку. Это, безусловно, производит впечатление и на судей. И в целом складывает ощущение от боя. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Хорошо сейчас встретил Фрейтас. Справа дважды и тут же пропустил. И сейчас уже Фрейтасу приходится спасаться в клинче. Вот что происходит. Какой упорный этот боец. Насколько тяжелый. Гландец. Посмотрите. Вот он почувствовал, почувствовал какой-то момент слабину. И уже бегом бросается. И Фрейтас пропускает уже удар за ударом. Фрейтас, которого по большому счету боялись. Просто буквально боялись панически очень многие боксеры. Потому что панчеров вообще боятся. Но вот, казалось бы, боксер, по сложному списку которого не так уж высокий процент нокаутов. 15 нокаутов в 30 боях. Оказывается, такой серьезной проблемой. И дело на самом деле не в послуженном списке и не в нокаутах. Все это ерунда. Дело на самом деле в том, что боксер, который привык брать измором своих противников, может быть страшнее любого нокаутера. Вот полюбуйтесь. Несколько точных ударов провел Аселина Фрейтас. Не произвели они впечатление на Диаса. И вот что Диас устроил Фрейтасу, загнав его в угол. Настоящая трепка. И вот с самого начала шестого раунда повторяется та же картина. Диас методично наступает. Диас Все чаще достает Фуан Диас. Диас Ну и не будем забывать все-таки еще один момент который нельзя упускать из виду то, что Фрейтас все-таки Фрейтас. И одного его удара может быть достаточно для того, чтобы положить конец всему этому безобразию. Которое на самом деле сейчас вот с ним и творится. Фейтас офмісліф Все-таки насколько прилипчив, насколько назойлив Этот Фуан Диас Не отстает ни на секунду Не дает спокойно дышать ни секунды Причем терпит все встречные удары Все, что выбрасывает в ответ Аселина Фрейтос И ничего на него не производит впечатления Просто монотонно идет вперед Свято боксу від Німіров Перемагай з нами Это очень легко Озабочен угол Аселина Фрейтоса Озабочен, потому что действительно бой складывается непросто Вот уже прошла половина боя Фрейтос, как предполагали многие специалисты перед этим поединком Фрейтос должен был иметь лучшие шансы Первых двух, трех, максимум четырех раундах Шансы попасть Попасть и завершить бой нокаутом Многие считали, что если ему это не удастся То бой, перейдя в длинные раунды Сложится для него катастрофически Он не выдержит напора Вот пошла вторая половина поединка Серьезно попасть и потрасти противника Фрейтосу не удалось И сейчас Остается Понять Насколько Платят сил у Фрейтоса Вот сейчас два мощных ответных удара провел Василина Фрейтос Но это только раззадорило его противника Посмотрите, что творится Вот Фуан Диас Такой настоящий реваншист За каждый пропущенный удар Он пытается наказывать Десятью своими ударами Да, упорнейший Упорнейший поединок И очень драматичный Драматичный, потому что Для обоих Он может закончиться Очень плохо Такое впечатление, что Мексиканец Хуан Диас Бэби Бул Как будто не имеет вообще Нервов Посмотрите, как он преследует Своего противника Он идет вперед Пропускает И после того, как пропускает Обязательно мстит Противнику Мстит Взрывной атакой Вот посмотрите Только начался раунд Восьмой раунд И Фрейтос уже в углу Мексиканец Теснит его Канатом Все чаще пропускает Аселена Фрейтос И это, в общем, не очень Хороший знак Даже простые джебы Если уже Простые джебы Пропускает Фрейтос Возможно, что это признак Усталости Возможно, что ему даже Просто лень защищаться От казалось бы Несильных Джебов Но, во всяком случае Запаздывает Фрейтос И в защите И в своих Контратаках Все больше И больше Ощущается Давление Куана Диаса Не дает уйти Фуан Диас Своему сопернику И вот сейчас После левого крюка Такой полукруг Полуаперкот В голову Мне показалось Что закачался Аселена Фрейтос И вот сейчас Пропущена Атака Это уже Серьезно Еще один Правый удар Пропускает Фрейтос Да Тяжелый был раунд И прошел он С преимуществом Хуана Диаса Похоже Что Устает Аселена Фрейтос Чувствуется Усталость В его движениях И даже Во взгляде Похоже То же самое Чувствует И его Секунданты Все 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 Сдался 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 Угол Аселена Фрейтоса Понял он Что Не вытянет Этот бой И понял он Что Закончится Этот бой Для него плохо Правда Не очень Понятно Чему радуется Сам Аселена Фрейтос Напомню Что Единственный Бой Который Он проиграл До этого Бой С Диего Каралесом Это был Поединок В котором Фрейтос В общем то Вел по очкам Выигрывал Тем не менее Трижды Оказался На полу И Так же Как и сейчас Отказался От продолжения Боя Та история Далеко Не прибавила Ему Популярности У Поклонников Бокса Хотя С другой стороны Отказ От продолжения Поединка Дает ему По крайней мере Возможность Как вы видели Обниматься Со своей Женщиной Гораздо хуже Было бы Если бы Его Увезли На носилках В больницу Понял Аселина Фрейтос Что Не дотянет Не выдержит Ему Этого Темпа Предложенного Мексиканцем И Сдался Этого Продолжение следует... Итак, победа техническим нокаутом в восьмом раунде. Хуан Диес. Новый чемпион в легком весе по версии Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проиграл свои титулы Аселина Фрейтос молодому мексиканцу Хуану Диесу, отказавшись от продолжения боя. А я на этом прощаюсь с вами. Программу вел Владимир Генлин-младший. Всего доброго.